Всем моим зрителям огромный привет! В этом видео я хочу вам рассказать о 10 фактах, за которые я люблю Израиль. Но перед тем, как мы начнем, мне бы хотелось отметить, что это видео я снимаю не одна, а совместно с блогерами из Англии, Финляндии, Словении и Америки. В своих видео они вам расскажут, за что они любят свои города и страны. Поэтому после просмотра этого видео обязательно переходите по ссылкам в описании или по аннотациям в конце и узнавайте больше интересных фактов о разных странах. И как обычно, все сказанное мной в этом видео, это мое сугубо субъективное мнение, которое может категорически не совпадать с вашим. А как же иначе, ведь это 10 фактов, за которые я люблю Израиль. И первый факт, за который я люблю Израиль, это открытость, какая-то душевная теплота, незамороченность и демократизм израильтян. Да, я знаю, что я уже не раз об этом говорила, но я просто не могу стороной обойти этот факт. Большинство израильтян очень простые, очень добродушные, очень общительные люди, независимо от возраста, независимо от социального статуса, независимо от профессии и так далее и тому подобное. Здесь не судят по внешнему виду, и большинство людей просто все равно, как ты выглядишь и что на тебе надето. Абсолютной нормой считается заговорить с незнакомым человеком просто потому, что захотелось. Нормой считается сесть на травки в обеденный перерыв и перекусить. Правда, почесать одно место на виду у всех это тоже норма, но, скажем так, это обратная сторона простоты. Вторая вещь, за которую я люблю Израиль, это равенство. В первую очередь, конечно, равенство перед законом, которое не просто где-то написано на бумажке, а которое действительно исполняется, но также и равенство в каких-то бытовых ситуациях. Например, вы запросто можете оказаться в одной очереди к врачу с каким-то политиком. Или вы запросто можете оказаться в одной очереди с очень богатым бизнесменом в каком-то государственном учреждении. Люди себя не чувствуют хуже других или лучше других. Насколько это возможно, в Израиле все равны. Достаточно яркий пример был, когда мы жили в городе-поселке Кварьона. Мы жили в соседнем доме с мэром города. Мы с ним здоровались, мы с ним обменивались какими-то добрососедскими фразами. Для нас он был вообще абсолютно обычный сосед, мы даже не подозревали, что он мэр города. Он жил в обычном доме, он ездил на обычной машине. То есть вообще ничего примечательного. И узнали мы, что он мэр только, наверное, года через полтора, когда началась новая предвыборная кампания у нас в городе. И, в общем-то, его лицо стало красоваться на всех постерах города. Следующий факт, за который я люблю Израиль, это его армия. Без армии не было бы у нас государства, и это факт. Израиль это очень-очень маленькое государство, которое находится в центре огромного арабского мира, который, в свою очередь, даже не признает существование государства Израиль и пытается его всяческими способами уничтожить. И благодаря армии Израиля и каждого солдата в частности, мы имеем возможность жить в этой прекрасной стране. Практически никто в Израиле не пытается относить от армии, ни девушки, ни парни, ни срочники, ни резервисты. Если вы спросите солдата почему, то он вам ответит, если не я, то кто? И поэтому армия Израиля такая сильная, и поэтому я люблю Израиль за его армию. Следующий факт, за который я люблю Израиль, это относительно мало бюрократии. Почему относительно мало? Потому что она все-таки есть, но если сравнивать, например, с Россией, то ее намного меньше. Есть такое выражение, без бумажки ты какашка. Так вот, в Израиле можно сказать, что тебе нужно намного меньше бумажек, чтобы не быть этой самой какашкой. Очень легко, например, открыть и закрыть собственный бизнес, очень легко сделать загранпаспорт. Давайте остановимся на загранпаспорте, потому что я думаю, что практически все мои зрители делали загранпаспорт, ты знаешь, что это такое. Так вот, в Израиле тебе не нужно заполнять каких-то сложных анкет, тащить какие-то справки с работы, не знаю, что там надо, копию трудовой книжки заверенную и так далее и тому подобное. Все, что тебе надо, это прийти один раз в организацию, которая занимается оформлением загранпаспортов, принести с собой один документ, это удостоверение личности, которое, в общем-то, всегда должно быть с тобой. И, в общем-то, все, через неделю твой загранпаспорт приходит тебе по почте. Следующий факт, за который я просто обожаю Израиль, это непосредственная близость к морю. Из любой точки Израиля, даже самой удаленной, самой пустынной, можно доехать до моря максимум за 2 часа. Но все же большинство израильтян живет непосредственно в близости от моря, а многие израильтяне живут в пешей доступности от моря. И это, конечно, не может не радовать море, пляжи, песок, морской воздух, бриз. Это кайф. Следующий факт, за который я люблю Израиль, это то, что в Израиле в большинстве городов очень безопасно. Да, я знаю, что и об этом я уже говорила, и не раз, по-моему, говорила, но все-таки, опять же, не могу пройти стороной этот факт. Здесь очень мало криминала. Я, например, из-за жаркого климата очень люблю гулять, когда стемнеет. И я абсолютно не боюсь этого делать, пойти с собакой в парк погулять, когда темно, или позаниматься на уличных тренажерах. Вы знаете, вот не ждешь подвоха от каждого проходящего мимо тебя человека в темноте. Также в Израиле очень много людей ходит с оружием, и как бы это абсурдно не звучало, может быть, для кого-то, но это тоже дает некое чувство защищенности, потому что, во-первых, это оружие носит никто попало, а, во-вторых, оно направлено исключительно на то, чтобы защищать всемирных граждан, в том числе и меня. К тому же, израильсяне очень-очень неравнодушные люди, и если вдруг какой-то человек попадет в беду, будьте уверены, сбегутся все в округе, чтобы помочь этому человеку. Следующий факт, за который я просто обожаю Израиль, это огромное разнообразие и относительно низкие цены на фрукты. Причем фрукты в Израиле обалденно все вкусные и сладкие, просто пальчики оближешь. Это могут быть какие-то, всем нам знакомые, вкуснейшие персики, абрикоции, апельсины, мандарины, гранаты. Это могут быть вкуснейшие экзотические фрукты, такие как, например, сабрис, это плод кактуса и один, кстати, из символов Израиля. Это может быть фрукт дракона, личи, свежий инжир, мушмула, карамбола и так далее и тому подобное. В Израиле фруктов очень много, они все очень вкусные. Кстати, самые вкусные манго я ела именно в Израиле. В общем, фрукты я обожаю, они составляют очень большую часть моего рациона и поэтому для меня здесь просто гастрономический рай. Отдельным пунктом хотелось бы отметить арбузы без косточек, а именно без черных и твердых больших косточек. Меня, как обожателя арбуза, это, конечно же, не может не радовать. Косточки в израильских арбузах маленькие, беленькие, очень мягкие и их очень-очень мало. И когда ты ешь арбуз, ты их абсолютно не ощущаешь, поэтому их не нужно выплевывать. Следующая гастрономическая радость, за которую я люблю Израиль, я бы даже ее назвала чисто израильская гастрономическая радость, потому что я нигде больше за границей такого не встречала. Это напиток айс-кафе. Это очень вкусный кофейный напиток, перемолотый со льдом, который пьется как коктейль через трубочку. В Израиле это очень популярный напиток. В израильском жарком климате я бы даже сказала, что это мастхев. Очень многие пьют этот напиток вместо обычного кофе, чтобы взбодриться и чтобы охладиться. И последний факт, о котором я хотела вам сегодня рассказать, это очень удобный и комфортный общественный транспорт. В частности, я буду говорить об автобусах, потому что поездом я пользовалась в последний раз, наверное, года три назад, а вот автобусами периодически пользуюсь. Вы знаете, едешь себе в комфортном автобусе с кондиционером, который едет по хорошим дорогам. Можно посмотреть в окно на пролетающие мимо пейзажи, можно посидеть в интернете, ведь во многих израильских автобусах есть бесплатный Wi-Fi. Можно зарядить свой телефон или планшет, потому что есть выход USB. Вы знаете, я получаю истинное удовольствие от поездок на автобусе по Израилю, но тут, конечно, стоит отметить, что, скорее всего, моя любовь к общественному транспорту вызвана тем, что я достаточно редко им пользуюсь и редко попадаю в час пик, когда автобусы переполнены и приходится стоять в пробке. Конечно же, это не все факты, за которые я люблю Израиль, их намного больше, но если бы я рассказывала вам обо всем, то видео получилось бы длиной, наверное, часа четыре. Поэтому на сегодня я буду закругляться, обязательно переходите по ссылкам в описании и смотрите видео о других странах. Всем огромное спасибо за просмотр, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok